Это Вестибис Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальной журналистики. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Здравствуй, 2021! Так хотелось верить тебе и в тебя! Но долгожданного чуда, к сожалению, так и не случилось. Видимо, в Новый год дунули плохо. Думаем, обязательно не думайте. Если не думаете, чудо не произойдет. А это значит, что мужчина в полном расцвете сил продолжит сидеть на крыше нашего дома, а пропеллер в его голове так и продолжит генерировать различные токсичные идеи. Итак, запасаемся терпением и стараемся не разбить телефон и слушать новости этой недели. Уже с понедельника вся Россия приступит к массовой вакцинации. Лучшая в мире вакцина, именно так называет ее непривитый ею президент, уже начала поступать в регионы. Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения, ну и выстроить соответствующий график этой работы. В одной только Москве сегодня уже открыто около ста пунктов для проведения вакцинации. К понедельнику, ко дню официального старта прививочной кампании, их станет еще больше. Газета Ру сообщает, что к 10 января российской вакциной «Спутник Ви» привились более полутора миллионов человек. Только вот не уточняется, а зачем нам эта информация? Мы что, похожи на стадо? Типа, ну если полтора миллиона привились, то и мы в очередь встанем. Но значительнее всего отличилась Russia Today, заявив, что наша отечественная разработка проникла и в славный Лондонград. Но не просто проникла, но и уколола саму Елизавету Вторую. Если завтра королева вдруг заговорит по-русски, то это точно был спутник, даже не сомневайтесь. Вопрос только в том, знает ли королева, что российские СМИ используют ее образ для пиара своей разработки. А между тем Россия продлила запрет авиасообщения с Британией до февраля из-за нового, более заразного штамма вируса. Интересно, а как теперь наши чиновники летают к своим женам и детям? Потому как рядовых россиян новость о запрете авиасообщения не очень-то и касается. И если новый вирус и проникнет в Россию, то уж точно не благодаря Степану Аркадьевичу, токарю третьего разряда. Наказал сына армией. Это ж до какой степени нужно ненавидеть свою страну, чтобы отправлять в нее своих детей исключительно в воспитательных целях. Золотодобытчик Алексей Мордашов, возлагавший на своего сына Никиту большие надежды, решил, что армия в России для сына будет полезней лондонского университета. Но история это не про патриотизм, а про наказание. Ай-яй-яй, ну как не стыдно. Отучившись год на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики, Никита, согласно источнику Форбса, был отчислен за неуспеваемость. В случае же успешной сдачи экзаменов Никита уже после первого курса мог бы перевестись в лондонский университет. Но что-то пошло не так. Выбросив 770 тысяч рублей, а именно столько стоил год обучения миллиардерского ребенка, Мордашов принимает решение отправить сына в армию. Видимо, настолько позорно, что хуже наказание и придумать нельзя. И обратите внимание, я не осуждаю золотодобытчика. Я лишь делаю акцент, что то, что для обычных ребят воинская обязанность и школа жизни, для необычных ребят санкция за плохое поведение. Тогда ответьте, а за что наказаны наши полстраны призывников? Ведь свои 1,7 миллиарда долларов они ни от кого не получат, в отличие от Никиты. Хотя в данном случае еще непонятно, кого подобным поступком миллиардер наказал. Сына, его сослуживцев или всю армию. Лучше б шахтерам отправил поработать устаревшим-то оборудованием, да в тяжелых условиях. Эх, если уж наказывать, так наказывать по полной. Друзья, а я вам сообщу еще одну новость. А вы знаете, что те, кто умеют, наживаются на нас не только при жизни, но и после смерти? Не платите лишнего, не дайте себя обмануть и знайте свои права. Подробнее об этом в авторском проекте моего коллеги Николая Ермакова на канале Ермак Медиа. Ссылку оставим в описании. Слушайте, а спите дальше, а? Так от вас хоть вреда меньше. Анонсированное соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло вышло, как всегда, через боком. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%? Цена на сахар-пецок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло 95. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. А ну, друзья, признавайтесь, в чьем регионе уже можно закупиться с сахаром за 36 рублей, ну или маслом за 95, желательно не пальмовым. Ну, потому что на этой неделе ритейлеры заявили, что новых поставок масла и сахара нет и не будет. Производители не отгружают продукцию на таких условиях. А вы чего-то другого ожидали? Итак, в вопросе разбирались мои коллеги. Подробности читайте на сайте ермак-дефис-медиа.ком. После 20 лет правления я наконец-то понял, чего хотят россияне. Не меня. Петербургский депутат Максим Резник, высказавший мнение о покровительстве коррупции самой российской властью, был безжалостно запикан во время выступления в парламенте на неугодные темы. Телевидение, поставленное под контроль Кремля еще в самом начале правления президента Владимира Путина. Ну что это еще? Все же помнят, что уничтожение независимого НТВ в начале правления, это же было. Депутату ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику затыкают рот не впервые. Но это не мешает ему критиковать действия нынешней власти. Надеюсь, вы поняли, что способ закрыть нам рот действующая власть обязательно найдет. Телевидение. Выключит микрофон, запикает ненужную реть или даже будет готова тратить по 300 миллионов рублей в год на слежку за оппозиции. По крайней мере, именно такой контракт на оказание мониторинговых услуг был обнаружен информ-каналом «Открытые медиа» 1 января 2021 года. Собирать информацию заказчик собирается во всех соцсетях с числом пользователей более 1 миллиона человек. Причем мониториться будут не только сами сообщения, но и репосты и комментарии к ним. И ладно бы с благой целью, но мы-то в курсе, зачем это делается. Надеюсь, вы тоже? Давайте не будем нервничать и во всем спокойно разберемся. Устранение позорной страницы отечественной истории в виде ветхого и аварийного жилья, про которую президент РФ говорил в конце декабря, оказывается, является его личной инициативой и личной благотворительностью. По крайней мере, так всерьез считает экс-премьер-министр Сергей Степашин. Да ладно, а я думала, благотворительность это не когда забирают у одних бедных, отдают другим бедным, а лавры присваивают себе. Это как минимум какая-то бескорыстная помощь нуждающимся за счет собственных средств. А так, ну как бы легко быть щедрым за чужой счет. Ну или Сергей Степашин чего-то не знает о своем президенте. И это я еще молчу о качестве новых домов-переселенцев. Зачастую они имеют ряд недостатков, связанных со строительством и отделочными работами. На что уходят десятки миллиардов рублей, так и остается секретом. Видимо, на обнуление Конституции. А лучше бы обнулили проценты по ипотеке. Да я сама в шоке, мам. Да не знаю я, что делать. Телевизор в кредите, плита в кредите, даже кровать в кредите. Ну и последнее на сегодня. Федеральная налоговая служба обнародовала интересные данные. Оказывается, россияне имеют свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму свыше 13 триллионов рублей. И вы даже представить себе не можете, как эту новость преподносят в провластных СМИ. Ну, типа, при существовании закона об иноагентах и запрете двойного гражданства и возможности иметь зарубежные счета, указанные лица точно не из числа действующей власти. Да-да-да-да. А подскажите тогда, кто эти люди? Может, это вчерашний слесарь открыл счет в иностранном банке? Или пенсионерка с помощью от государства в 10 тысяч накопила триллионы? Если уж заикнулись, то давайте список триллионеров в студию по фамильным. В Ангую там любители озер и других воднодачных утех. Ты ли чоли? Я. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Я напоминаю, что канал наш называется Ирмак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Ну и пока вы это делаете, я пойду спою главную мантру от Анны Герман. Опустела без тебя земля. А вдруг поможет? Все, ушла. Всех люблю. Пока-пока.